С начала 2016 года в Мурманской области возбуждено 143 уголовных дела в отношении автолюбителей, которые управляли транспортным средством в нетрезвом состоянии повторно. Однако, даже вынесенные обвинительные приговоры в отношении 72 бывших водителей не останавливают желающих уехать на своем авто в состоянии опьянения. 5 марта 2016 года 36-летний житель Мурманска, управляя автомобилем фосфальген Тигуан, был остановлен сотрудниками ДПС в Коле. Полицейские установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина был лишен права управления транспортным средством на 1 год и 6 месяцев. 11 апреля Мировым судом судебного участка номер 1 Кольского судебного района в отношении мурманчанина вынесен обвинительный приговор. Большая часть приговоров выносится в виде обязательных работ. Осужденные обязаны бесплатно отработать на том участке общественно-полезных работ, которые ему подберут сотрудники уголовной исполнительной инспекции УФСИН России по Мурманской области. Однако, наказание не заканчивается отработкой часов обязательных работ или выплатой значительного штрафа. Человек получает на всю оставшуюся жизнь судимость, что может негативно сказаться на дальнейшей жизни. Как правило, осужденные впервые, получившие уголовную судимость, раскаиваются в своем упрометчивом желании сесть за руль в недрезвом состоянии. Полицейские предупреждают жителей региона, что попытки водителей сесть за руль пьяными будут и впредь жестко пресекаться из-за серьезной общественной опасности данного деяния. Очень важно напомнить нашим автолюбителям о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения. Ужесточение законодателям именно повторной управления транспортным средством в состоянии попадает под уголовное преступление.